Рождение свыше. Свидетельство. Льюис Шерман. Свою историю Льюис Шерман рассказывал в маленькой комнатке позади книжной лавки в старом городе Верусалиме. Иногда мне приходилось выключать магнитофон, чтобы дать ему возможность собраться с мыслями. Особенно его взволновало воспоминание о видении, посланном ему от Бога. Бог показал ему, что он любит Верусалим особой любовью. Он привел его в город, о котором сказал «Здесь вселюсь» Псалом 131.14, вопреки всем его Льюис Саплану. С тех пор, говорит Льюис, моя любовь к Верусалиму стала еще сильнее. Когда мы закончили интервью, я пошел в еврейский квартал, чтобы сфотографировать стену плача. Оказывается, там на храмовой площади разыгралось целое сражение. Я шел по узким улочкам, то и дело останавливаясь, чтобы заглянуть в маленькие магазинчики, где продавались прекрасные картины и скульптуру. Я видел, как мать старалась успокоить плачущего ребенка в коляске. Вдруг что-то окальнуло меня в глаза. Это был создачивый газ. Я забрался на небольшую ограду, чтобы обозреть площадь перед стеной плача и храмовую гору с возвышавшейся на ней золотокупольной мечетью. Площадь перед стеной плача была пуста. Обычно в праздник кучи сюда приходят молиться десятки тысяч евреев. Несколькими часами ранее арабские юноши стали бросать камни в молящихся евреев, так что на площадь обрушился град камней. Я видел, как солдаты ворвались в ворота и, стреляя на ходу, выбежали на площадь, чтобы выбить этих молодых арабов. В результате 21 араб был убит и 125 ранено. Но также ранено 19 израильтян. Это было ужасное зрелище. Слезы катились по моему лицу не только от создачивого газа. Я ощущал, как здесь разыгрывается грандиозная духовная битва. Мне вспомнилось, ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его. Псалом 101.14 Сколько еще предстоит пролить крови, прежде чем будет возвращена эта часть земли обетованная, и Мессия сможет вновь прийти на землю. Я родился в 1944 году в Бруклине, одном из районов Нью-Йорка, в еврейской семье. Особенно сильное влияние на мою жизнь оказала дедушка с бабушкой, принадлежавшие к ортодоксам. Они настояли, чтобы меня воспитали в еврейской вере. С шестилетнего возраста я навел с обычной школы, посещал еще и еврейскую. В семь лет я уже внутренне чувствовал, что настоящая жизнь начнется у меня только тогда, когда будет обретена истина. Но что это значит, я тогда не знал. Я соблюдал все еврейские традиции, мало общался с детьми нееврейскими. О Евангелии не слышал никогда. Единственное соприкосновение с христианством состояло в том, что в детстве меня били, а в дальнейшем многие люди мне докучали, заявляя, что мы, евреи, убили Иисуса Христа. В 13 лет после моей бармицвы я решил познакомиться с другими религиями. На уроках, на интересовавшие меня темы, пытался завести разговор с раввинами, так как невыносимо было постоянно повторять молитвы, не понимая, что они означают, кому я молюсь. Однако от нас именно это и требовалось. Мной обводило неодолимое желание познать истину, обрести живые отношения с живым всемогущим Богом. Я не стремился изучать христианство. С ним у меня были связаны только отрицательные опыты. Знал я о нем немного, считая, к примеру, что различные деноминации пользуются разными библиями. С 13-летнего возраста я начал интересоваться философией и примерно в то же время приступил к занятиям музыкой. В довольно юном возрасте я уже вполне профессионально играл на гитаре, благодаря чему познакомился с музыкальным миром и вечерними развлечениями. В результате стал употреблять наркотики. В те времена на эстрадных подмостках в Нью-Йорке процветала наркомания, и я попался в эту ловушку. Как написано в Библии, дружба с глупыми общение с ними развращает. Я покатился вниз по наклонной плоскости, все больше употребляя наркотики, и в конце концов пристрастился к ним и стал рабом этого греха. Это был темный период в моей жизни, о котором лучше не вспоминать. В 68-м году я не мог заплатить за музыкальный курс в Бостонском университете и вернулся в Нью-Йорк. Надеялся, что смогу скопить денег для завершения образования работы музыканта. Но как раз шла война во Вьетнаме, и так как я оставил учебу, меня могли призвать на военную службу. Я решил как можно скорее уехать за границу. У меня были друзья из Скандинавии, и я решил, поеду в Швецию. Все, что когда-либо слышал о скандинавских странах, выглядело привлекательно. Я помнил фильм Дэнни Кея по сказкам Ганса Христиана Андерсона, в котором дудочник в пестром костюме ходил вокруг фонтана в Копенгагене. Так я представлял себе Скандинавию и такой мечтал увидеть. Сказав родителям, что уезжая из США и вероятно не вернув в течение 10 лет с рюкзаком за плечами и с гитарой в руках, я сел на самолет, направлявшийся в Копенгаген. Там я пробыл недолго, выступая совместно с несколькими другими музыкантами. Я не чувствовал себя свободно там. Я отправился в Швецию навестить друга. Добрался до городка Лунда. Это заняло 40 минут на пароходе и 20 минут на поезде. В Лунде я познакомился со шведкой, которая стала моей женой. Она училась в том же университете и мы стали жить вместе. Мы оба были людьми ищущими и не признавали традиционного брака. Мы изучали различные религии и секты. В те дни я был далек от Бога. Но все же имел большое желание обрести, найти и познать истину. Совершенно случайно, прочтя книгу одного философа, не христианина, утверждавшего, что Евангелие представляет собой нечто особенное, я подумал, поскольку уже все перепробовано. Почему бы не почитать еще Евангелие? Мы поехали в Стокгольм. И в книжном магазине я попросил Евангелие. Мне показали полную Библию в переводе Короля Иакова. Это удивило меня. Еврейский Веткий Завет в одной книге с христианским Новым Заветом. Очутившись в комнате один, я начал читать. Я открыл Библию на Евангелие от Иоанна 8, 31. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Внезапно комната наполнилась присутствием Божиим. Дух коснулся меня, и я увидел некоторые вещи, меня потрясшие. Во-первых, я увидел, что моя собственная жизнь все дальше и дальше уходит от Бога. Мой образ жизни был полным пренебрежением Божьих заповедей. Другими словами, я увидел свою греховность, потерянность, и как далеко я отстаю от Бога и Его пути. И я увидел, что все существующие в мире проблемы, от малейшей личной драмы до величайших политических кризисов, коренятся в отпадении человечества от Бога. Все человечество во грехе. Далее я увидел, что Иисус на кресте, и Самосых, и Шуах о Машиях на иврите, не только испытывал физическую боль, но взял на себя все страдания рода человеческого. Он понес на себе последствия грехов человечества в прошлом, настоящем и будущем. Но я не уразумел это в откровении полностью. Слишком ошеломленный, потрясенный, не мог сего уразуметь сразу. Я решил взглянуть на Ивановские события с точки зрения своего еврейского происхождения. Выбранный мною способ состоял в том, чтобы поехать в Израиль и поговорить там с раввинами. Я сказал жене, ожидавшей в то время нашего первого ребенка, еду в Израиль. Не знаю, когда вернусь и вернусь ли вообще, но я должен поехать. Как раз начались рождественские каникулы. По прибытии в Израиль я записался в Иешиву, богословскую школу. Я сразу же стал задавать раввинам в вопросе об Иешива. Двое из них посоветовали мне вырвать Новый Завет из моего экземпляра Библии. Третий хотел тайком поговорить со мной, но из этого ничего не вышло, потому что я ушел из Иешивы. Я искал страстно, искренне найти ответы, наволновавшие душу вопросов. Но Иешива не дала мне ни одного ответа. Я пробыл в Израиле два месяца, работая в разных кибуцах, но мне ни разу не пришло в голову зайти в церковь. Христианство совсем меня не интересовало. Но я уже продвинулся столь далеко, что осознавал Иешуа из Назарета. Иисус Христос есть Мессия. Я не мог полностью разуметь, что это значит, и еще не принял это в свое сердце. Рядом не было никого, кто бы мог бы объяснить мне Евангелие. Я вернулся в Швецию, и мы оба с женой чувствовали, что что-то должно произойти. Моя жена написала на листочке бумаги по-шведски. Мы ожидаем искры, которые все осветят, и прикрепила его на кухне к стене. Наши взгляды на жизнь представляли собой кашу, вера в Бога в перемешку с восточной мистикой. По некоторым причинам мы думали, что в Англии живут более духовной жизнью, чем в Швеции. Мы сказали себе, что если Бог пошлет нужную сумму денег, будем считать это знаком, что мы должны поехать в Англию. Речь шла о сумме, собрать которую в течение полугода для нас представлялась невозможной. Я давал уроки музыки в одной шведской стокгольмской школе. Моим предметом была современная музыка. В течение полугода я заработал сумму вдвое больше, чем та, что имелось в виду. Мы в то время были вегетарианцами и хотели основать в Англии биодинамическую ферму. И так, избавившись от всего нашего имущества, как можно больше продав, остальное раздав, мы отправились в Англию. Но там у нас ничего не клеилось. Куда бы мы ни обращались, перед нами захлопывали, закрывались двери. Люди, которых мы надели, встретясь, не попадались. И все время шел дождь. Хотя в Англии было уже лето, мы ходили в наши шведские зимние одежды. Английское лето оказалось холоднее шведской зимы. Сырость и холод пронизывали нас насквозь. Шесть длинных недель непрерывно шел дождь, и деньги быстро таяли. Мы подумали, может быть стоит поехать в Канаду? Я не решался вернуться в США, так как думал, что меня разыскивает ФБР в связи с военной службой, хотя уезжая из Америки, я еще не был даже призом. Меня и вправду разыскивали в Швеции. Родители думали, что ФБР хочет вернуть меня в Штаты, так как я должен проходить военную службу. Но позднее выяснилось, что они просто хотели узнать мое местонахождение. В течение многих лет я считал, что ФБР гонится за мной по пятам. Но вместо Канады мы очутились в Дании. Уезжая из Швеции, думали не возвращаться в Скандинавию, по крайней мере лет десять, но через полгода снова были тут. И снова мы пытались найти ферму, где могли бы выращивать овощи без применения химудобрения. Но из этого ничего не выходило. Мы опять вернули в Швецию, поселились в родителей жены. Через некоторое время тесть стал задавать мне очень-очень чекотливые вопросы, вроде «Каким образом ты собираешься содержать свою семью?» Это было невыносимо. Я сказал, мы уезжаем. Итак, на третий день по приезди мы снова погрузились на машину, купленную мною в Англии, и поехали в город, где я когда-то познакомился с женой. Мы ходили по улицам в поисках ночлега, и вдруг я встретил своего старого друга. Он пригласил нас в дом, где они играли тяжелую музыку и употребляли наркотики. Но нас такие вещи больше уже не интересовали. Пройдя еще немного, мы натолкнулись на домик с табличкой на двери, на которой было написано по-шведски «Иисус есть путь, истина и жизнь». Это меня тронуло, потрясло. Я подумал, если здесь действительно веруют в Иисуса, нам предложат ночлег. Я постучал в дверь, но никто не ответил. Обойдя вокруг дома, я видел молодую женщину и сказала, что мы ищем место, где могли бы переночевать. Она спросила, а вы веруете в Иисуса? Я ответил, да. Правда, мы веровали во многое другое. Значит, я ответил, скорее всего, неправда. Ну тогда заходите, сказала она. Так мы получили ночлег, надеясь на завтра уехать дальше, на север, где у наших друзей была нужная нам ферма. На следующий день, позвонив друзьям, мы узнали, что дом их переполнен, и они не смогут нас принять. И мы остались в том доме еще на одну ночь. На утро в дом прибыла группа молодых людей, которая возвратилась с какой-то конференции. Они были исполнены радостью о Господе. Мы задавали им кучу вопросов и впервые в жизни получали ответы, которые что-то для нас значили. Мы увидели, что эти люди нашли истину, то, чего не было у нас. Истину, которую мы искали. Они разъяснили суть благой вести. Отвратитесь от грехов и попросите Иисуса войти в ваши сердца. А еще точнее, покайтесь и веруйте в Евангелие. Они проповедовали покаяние пред Богом и веру в Господа Иисуса, чтобы покориться Ему от всего своего сердца и предоставить всю свою жизнь, исследуя по Его стопам, идти за Ним. Тогда же мы и попросили Его об этом. И ощутили очистительное действие Святого Духа. Как будто бы хороший душ промыл внутренности. Спустя несколько дней мы крестились. Ребята молились вместе с нами, и мы были крещены Святым Духом. Мы были счастливы. Это был медовый месяц, проведенный с Господом. В том доме в общей сложности жило 15 человек, бывшие алкоголики и наркоманы. Мы ездили на конференции, прослушали хороший курс по Библии, видели, как совершались чудеса, ходили на собрания, где воздавали Богу хвалу. Так началась наша новая жизнь. Вместо одного дня мы с женой и нашим ребенком прожили в той комнатушке 8 месяцев. Однажды у моей жены случилось видение. Ей было показано, что наша жизнь скоро изменится. Господь вернет нас либо в Америку, либо в Израиль. Она не могла только уразуметь, когда это произойдет. И Израиль, и Америка оказались недосягаемы. Но в течение нескольких дней произошли перемены. И спустя три недели мы уже были в США, где прожили полтора года. И все это время я молился, чтобы Господь показал мне мое призвание, как уверовавшего в еврея, уверовавшего в великого Господа Иисуса, Мессию. Многие видели что-то особенное в том, что я, еврей, уверовал в Иисуса. Я уже был однажды в Израиле и надеялся, что никогда в жизни больше туда не поеду. В 83-м году мы вернулись в Швецию. И однажды ночью Господь посетил меня. И указал мне на то место в Библии, где говорилось о возвращении евреев в свою страну. Я задумался над псалмами 120-134, так называемыми «Песнями ступеней». «Песни ступени». Раньше я не замечал, что к ним имеется примечание о том, как эти псалмы пелись по пути в Иерусалим. Что-то начало созревать во мне. И внезапно возникло сильное желание изучить иврит. «Стоило мне открыть Библию, как я попадал на текст, посвященный возвращению евреев в Израиль. Я часто перечитывал места в Библии, повествующие об особой любви Божией к Иерусалиму. И эта любовь росла и росла. Не раз я возвращался к посланию к филиппийцам 2.13, где написано, что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению, если мы принадлежим Ему, Его дети, если мы родились свыше. Я понял, что не всегда Бог отдает приказ, желая, чтобы мы что-либо осуществили, но производит в наших сердцах работу, чтобы мы сами захотели это сделать. И я пришел к выводу, что не хочу жить нигде, кроме Израиля. И это было не просто мимолетная жажда, мечта моего сердца. Я понимал и разумел, что мне нужно откровение, водительство от Бога, водительство от Духа Святого. И понимал эту разницу. Мы приехали сюда в июне 1985 года. Мы привезли с собой только веру, больше ничего. У меня не было никакой перспективы в плане работы или поддержки за Ильзакиана. А у нас уже было шестеро детей. В Швеции я почувствовал, что Господь велит отказаться от всего имущества. Я знал, что это Господь. Причем я должен не продать его, а раздать. Поэтому мы приехали сюда, взяв с собой только несколько детских игрушек. Поселились в центре абсорбции и стали ходить в ульпан изучать язык. Чудесным образом Бог устроил так, что нам удалось прожить в центре два года. Я мог бы написать книгу обо всех чудесах, которые для нас совершил Господь. Я нашел себе работу на заводе по производству линз. Я должен был шлифовать их. Затем Господь положил мне на сердце распространять благую весть. Но я не знал, как к этому приступить. На одной из конференций, проходившей в одном из домов на севере Израиля, я жил в одной комнате с Кольвином Кромби, работавшим историком Церкви Христа. От него я узнал, что им в церкви требуется служитель, который бы работал бесплатно. Нужно встречать людей, впервые приходящих в церковь, и уметь говорить с ними. Так как тогда у меня не было работы, я принял это предложение. Так я попал в собрание верующих во Христа, а позже стал заведовать там книжной лавкой, чем занимаясь по сию пору. Когда я сюда приехал, мне сказали, что можно проповедовать Евангелие по всему миру, но только не в Иерусалиме. И меня иное мнение, но у меня иное мнение на сей счет. Вначале я просто выходил на улицу, заговаривал с прохожими и раздавал им брошюры, изданные на юрите, в которых наряду с ветхозаветными текстами объяснялась Евангелие. Многие думают, что продавать Евангелие здесь запрещено законом, но это не так. Запрещено лишь переманивать подростков в другую религию. Однажды меня штрафовали за распространение брошюр на улице, но суд оправдал меня, ибо нет закона, запрещающего распространение каких бы то ни было брошюр или проповедь Евангелия. Конечно, случалось сталкиваться с угрозами и попадать в трудное положение, но в основном опыт с улиц оказался положительный. Иные считают, что для проповеди евреям нужно самому быть евреем, но я так не думаю. Послами Крильнинам, глава 11, написано, что Бог использует язычников для возбуждения ревности в Израиле. Многие евреи пришли к вере благодаря свидетельству неевреев, но не самовольно назначившихся, просто хотящих служить евреям, а тех людей, которые были призваны Господом, рождены свыше Его Духом, которых Бог подготовил, помазал и послал для проповеди на апостольство. Бывали также случаи отрицательных реакций, но более 90% положительных. Между прочим, я вижу, что Евангелие начинает восприниматься легче. У нас было много интересных бесед и встреч. Известно, что существуют евреи-хасиды, втайне верующие в Иисуса. На улице я разговаривал с ультра-ортодоксами, которые не исключают возможности, что Иисус есть подлинный Мессия. Для того, чтобы они могли признать в Ишуа Мессию, требуется работа Духа Святого. Но верю, что рано или поздно это произойдет. Бог часто действует невидимо. Для меня также является тайна, что означает быть евреем. Когда ученики вернулись, после того, как совершали великие чудеса во имя Господа, Иисус сказал им, «Не этому радуйтесь, что Духи повинуются вам, а тому, что имена ваши написаны на небесах. Я понимаю так, что твоя личность, твое настоящее имя записаны на небесах. Ты рожден свыше. Ты верен Господу Иисусу. Ты служишь Ему поистине, в один духом. Твое имя написано на небесах. Будь тверд до смерти и верен Господу. Многие евреи, приезжая сюда, берут себе новое имя. Я не почувствовал в этом необходимости, ибо мое новое имя пишется для меня на небесах. Есть много верующих евреев, выражающих свою национальную принадлежность посредством соблюдения старых традиций и обрядов. Я, даже будучи евреем по плоти, не вижу в этом нужды. В общем-то, апостол Павел тоже не видел в этом нужды, как рожденный свыше. Может быть, потому что я не вижу в этом нужды, потому что я женат на шведке. Но на самом деле я верю, что я имею откровение от Господа Иисуса по этому вопросу. Я считаю, что мое еврейство выражается в том, что Господь призвал меня в Израиль. Это мой дом, я хочу здесь жить. Я один из первых, из тех многочисленных евреев, что сбросили со своего сердца покрывало и признали в Иисусе Мессию через откровение от Бога Отца. Я не перешел в другую религию. Напротив, я обрел истинную веру, жизнь в истине, в Иисусе Христе, в Иисусе из Назарета. Подлинные еврейские корни приобрел и соединен. У нас есть обетование, весь Израиль, это только вопрос времени. Сие обязательно должно произойти до Второго пришествия, Мессии. Наступит день, когда все евреи признают Его. Существует богословие, утверждающее, что нет необходимости свидетельствовать евреям, ибо они якобы будут спасены в любом случае. Я в это не верю, так как апостол Павел в послании к римлянам говорит 1.16. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудеи, потом Евену. О себе я знаю, что я рожден свыше. Спасен, совершая свое спасение, чтобы быть спасенным. Я должен был также услышать благую весть от другого человека. Но я спасен благодаря откровению от Господа, Его действия, Его Духа. Люди, имевшие личный опыт встречи с Богом, тем не менее, нуждаются в том, чтобы услышать благую весть и в ответ на нее принять сознательное решение. Находясь на пути в Дамаск, апостол Павел встретил самого Иисуса. Но было необходимо, чтобы пришел Ананя и сообщил ему благую весть. Бог использует помазанных и посланных им людей, своих истинных служителей, в качестве своего орудия. Во втором послании Коринфянам 5, 18-20 говорится, что мы посланники от имени Христова, давшего нам служение и примирение. Родившись свыше, заново от воды и Духа Святого, мы имеем желание благовествовать и тем самым трудиться ради примирения человека с Богом.